Новогодних мероприятий, которые будут создавать массовые скопления людей, в Сухоми не планируется. Об этом стало известно на совещании у главы администрации столицы. Хочу сразу сказать о том, что как таковых мероприятий не планируется. То есть не будет ни концертов, ни каких-то там мероприятий развлекательных, которые будут создавать массовые скопления людей. Прошу всех, которые участвуют в этом процессе, придерживаться этого принципа, потому что у нас действуют запретные меры, надо будет их соблюдать. Но в тот же момент оставить без праздника наше население мы не имеем права. Поэтому условия для того, чтобы люди праздновали наступление Нового года, мы создадим. Как всегда, на площади свободы установят главную елку страны. Но в новогоднюю ночь концерта у елки не будет. Начальник управления культуры администрации Сухума уточнила, что запишут и покажут телевизионную версию концерта. На площади с 30 декабря по 9 января установят каток для детей. С 25 декабря по 10 января в небольшом кинотеатре на открытом воздухе будут демонстрироваться мультфильмы для совсем маленьких, а также сказки и фильмы для подростков. Новогодние утренники продолжительностью не более часа будут проведены для детей у елок в микрорайонах Сухума с 25 по 30 декабря. Только елка для детей, никаких других мероприятий, уточнила на Алла Хашик. Постараемся сделать так, чтобы эти мероприятия, которые будут проводиться в микрорайонах, насколько это возможно, все соблюдали, чтобы прошло все хорошо. Что касается мероприятия в микрорайонах, и это не мероприятие, а проведение елки для детей. Вот так же обстоят дела, правильно? То есть появятся там некие аниматоры, которые поздравят детей с Новым годом, ну и кто-то расскажет стишки, кто-то чего-то споет и так далее. Начальник управления образования рассказала, что для воспитанников детских садов новогодние утренники проведут в их учреждениях. А для каждого ребенка администрация Сухума преподнесет подарок. Общеобразовательные школы утренники для младших классов также проведут у себя. Для среднего звена учащихся школ у главной елки пройдет музыкальный флешмоб. Примут участие общеобразовательные школы на площади. Семь дней по одному часу мы вот продумываем мероприятие. Музыкальный флешмоб на два дня разбили. Интерактивное музыкальное представление для детей у елки на воздухе. Ученики старших классов, если будут участвовать, в обязательном порядке, значит, с учетом всех ограничительных мероприятий. То есть маски, дезинфицирующие средства рядом. Даже говорим мы когда о утренниках. Глава администрации Сухума подчеркнул, что во всех местах проведения детских мероприятий должен соблюдаться санитарный режим. И тут важно поведение самих родителей. Необходимо, чтобы все они были в масках. Нарушение правил нахождения в людном месте чревато отменой всего мероприятия. Беслан Эшба заметил, что руководители и сотрудники районных управ несут ответственность за безопасность людей. То, что мы ради детей идем там навстречу, в каждом районе проводим елку для детишек с учетом жесткого контроля со стороны родителей, в этом случае, когда родители должны обязательно все эти меры предусматривать. Вот с таким условием. Ответственность будет на вас, управы. Ну и еще будем туда подключать управление внутренних дел. Чтобы поддерживали порядок, чтобы не доводили ситуацию, чтобы прекратили это, так называемое, проведение елки для детишек. Праздничный красочный фейерверк, выпустив в столице, вознаменование наступления 2022 года. Салюты устроят и в микрорайонах столицы. Новогодняя инсталляция появится в парковых зонах и на набережной столицы. При оформлении парка у площади Свободы к администрации присоединится и торгово-промышленная палата, которая взяла шефство над этим парком. Также к 20 сентября на площади установят сборно-разборные торговые павильоны. Предприниматели предупредили, что главное условие их нахождения там – соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. За этим будут строго следить сотрудники администрации. Ну и дополнительно, так же, как и в прошлом году, по договоренности с предпринимателями будут выделены купоны для предоставления их детям из социально незащищенных слоев населения по тем спискам, которые мы получим из управления социального обеспечения. Минимум мероприятий при максимуме порядка – так напутствовал мэр присутствующих при реализации немногочисленного праздничного плана. Обязательно, что касается санитарных дел, помимо ковида, и еще, чтобы не разводили мусор, это раз, да, и, значит, внутри, чтобы была санитарная ситуация в самих павильонах, вот, чтобы была на высшем уровне. Надо будет, по метку сделала Алла Ивановна, дать поручение, чтобы контролировать. И обязательно определить сейчас, с 31-го на 1-е, может, нет такой необходимости у всех, Новый год, обязательно ответственных лиц по администрации, кто каждый день является ответственным лицом по площади. Муниципальному предприятию благоустройства поручено следить за чистотой на Площади Свободы и убирать мусор не раз в сутки, а в течение дня по мере его накопления. 31 декабря до 22 часов организуют бесплатный общественный транспорт. С пассажиров автобусов и троллейбусов взиматься плата за проезд не будет. Амра Амич Балексия Гухава, Прислужба администрации города Сухум.